Ну что, продолжим наши записи. Там как раз был некий негатив на запись про арбузы. Значит, вы вообще-то внимательно прослушайте информацию, включите свою собственную голову. И дальше, если надо получить дополнительную информацию, еще поищите, почитайте. Лично я так поступаю. И потом уже будете принимать решение. Далее, на счет присылают, а вы там вот такой метод знаете, а вы тот метод знаете, а вы еще что-то там знаете, слышали, не слышал. Я, как и любой другой человек, все невозможно слышать, знать и прочее, прочее, прочее. Но есть, знаете, что касается здоровья, такое универсальное знание. В первую очередь, вы хотя бы познайте работу собственного организма. То есть, почитайте физиологию в таком более-менее объеме, чтобы вам было понятно, что такое пищеварение, как оно осуществляет, что такое кровообращение, что такое дыхание, как работает ум и так далее. Я в свое время, когда мне это было интересно, я очень много времени потратил на то, чтобы все это изучить с различных сторон. И более того, чтобы это знание не просто было какое-то знание, знание просто какое-то там было, а чтобы это знание было применимо к самому себе. И чтобы вы от применения этого знания ощущали толк. Я уже там на собственном геморрое столько приводил этих примеров, что вот люди там рекомендуют как там с варикозным расширением бороться и прочее, 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 прочее. А я, грубо говоря, его поборол. Вот был геморрой и нет геморроя. А геморрой у меня был несколько десятков лет. И начался после аппендицита. Казалось бы, ну что такое аппендицит сделали? А в 20 лет и пошел за 40 с лишним. Вот. Поэтому, когда вы будете владеть хотя бы вот этой вот физиологией и разбираться в своем собственном организме, любые там какие-то методики, профасции, еще что-то, еще что-то там, и так далее, вы уже с учетом своего собственного знания и желательно с учетом своего собственного опыта можете судить. Стоит ли этим заниматься или не стоит? На некоторые вещи лично я потратил очень много времени. Например, для того, чтобы стать мастером спорта по тяжелой атлетике и показать более-менее такой, знаете, достойный результат, я потратил... Где-то у меня вышло лет 9 таких хороших, упорных занятий. Далее там, для того, чтобы 40 суток проголодать, вот я как раз вспоминал, сколько там, где-то 15 лет мне понадобилось для того, чтобы изучить свой собственный организм, натренировать его голоду, понять, как входить, как выходить, не делать ошибок и начинать получать от него пользу. Единственное, к сожалению, молодать не хочется. А так, этот процесс уже у меня освоен. По крайней мере, на 40 не будем замахиваться, как я это сделал когда-то. А суточек на 10-15, да вполне нормально. И, наконец-таки, вот сейчас я занимаюсь гравитационной гимнастикой. Уже скоро будет 2,5 года, и изучаю этот вопрос на практике, причем очень плотно этим делом занимаюсь. Ну и вот, имею свое собственное мнение и свои собственные результаты. По крайней мере, то, что меня беспокоило. Плечи. Я не мог спать, вот так вот ворочился. Спина. Это вообще дело шло к инвалидности. Значит, плечи, спина. Немножечко тазобедренные были, так сказать, только начинались. Ну, а что там еще, наверное, шея. И такое было. Вот. И это все у меня получилось. После того, как я был на телевидении и работал на телевидении, мне особо не долго было занятие здоровым образом жизни. Хотя чего-то я придерживался, но опять-таки, опять-таки, это отговорка. Я просто-напросто не смог организовать свой собственный процесс. Ну, по крайней мере, я явного не делал вредительства своего организма. Ну, сейчас я занимаюсь, я вполне доволен. Поэтому вы вникайте в то, что я вам говорю, подключайте, главное, собственную голову, собственный разум, и будет у вас все получаться. Продолжение следует...